Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Сергей. Ольга. Мы с Урала, город Березеньки. Где у нас отдыхаете? Дача Дель Соль. Почему выбрали именно это место? Выбирали то, что с внуками, чтобы было все включено. И чтобы была анимация и хороший большой бассейн и детский с подогревом. Так, почем? Ну, дороговато нам обошлось. Это две недели у нас вышло. 183 тысячи. На четверых? На четверых. Полностью все включено? Все включено. У нас даже бесплатные стиральные машины стоят. У нас велосипеды. Пожалуйста, детские пески. Все хорошо. Куда ходили? Молодец. Все нравится, все хорошо. Еда тоже в шведский стол. Нормально, есть выбор. Встретили нас с бокалом шампанского. Приехали мы рано. Заселение в два часа. Это с бокалом шампанского. Когда вошли уже туда. На рецепшене мы приехали, когда нам сказали, пройдите в бар за рецепшеном. Вас там ждет бокал шампанского. То есть вы пришли, шампанское, а потом уже заселение. Да. Или вам пока оформили документы? Ну, они быстро оформили. Там буквально, ну, резон минуту полторы нам оформляли. Вообще быстро все сделали. И то, что трое суток в дороге были, младший внук немножко начал уже пищать, реветь, капризничать. Они нас заселили, буквально выдали браслеты. Они были с 12 часов, могли действовать. А нас полдвенадцатого по своим браслетам завели, проводили в домик. Ну, пока за это время с внуком на море сходили. Так, хорошо. Так, а что вы получили за эти деньги? Вот какой у вас там номер? Я знаю, что там что-то типа домиков, да? Домик. Бунгало, да, как? Домик. Двадцать семь квадратов. Ну, хорошо. Перед домиком терраса. На террасе стоит столик, сушилка. Кресло. Да, три, да? У нас там три. Кресло, да. Три стоит. Большая подсветка, шар такой большой вечером загорается. И домик сам весь с подсветкой вечером. Единственное, вот, перебои с телевидением бывают. И вай-фай. То есть не хватает, да, ни телевидения, ни вай-фай. Ну, это как-то вообще какое-то мелочное упущение. Надеюсь, подправят. Не, на самом деле, для людей, кто приезжает, допустим, выбирается этой опцией по работе, это очень важно, да? Кто-то там новости отстеживает, еще что-то. Да, да. И получается, что для них это прям критично. Так, далее. У вас получается мангальной зоны нету, да? Нет. Мангальной нету. Там, так, а что у вас представляет собой столовая? Ну, кушайте где питание. Ну, нет. Тоже прекрасно. Ну, вроде зал большой. Ну, пока вот третий день, мы нам столиков хватает. В любое время. Бывает, и придем с открытия, ну, сначала. Бывает, приходим уже попозже. Готовят вкусно. Да. И да, тоже нравится. Может, выбор, там нету каких-то морепродуктов, за все включено. Но, в общем-то, все вкусно приготовлено. И можно выбрать. Можно поподробнее на этом моменте. То есть, допустим, возьмем, рассмотрим обед. Что на обед вам предлагают покушать? Ну, что, четыре супа? Там четыре супа, да. Четыре супа стоит. И разные. Ой, там мясо несколько сортов идет. И то бывает язык говяжий, бывает шашлык. И просто свинина, и куриные, и рыбные котлеты. Ну, там вещи даже сразу вам все не перечислили. Потому что, ну, выбор есть. Ну, допустим, первых блюд, сколько наименований? Четыре вот. Четыре. Там вот был первый день мы приехали. Зеленый борщ был, бульон был, куриная лапша и гороховый. Гороховый, по-моему, еще был. Гороховый, да, гороховый. Так, на второе гарнир. Гарнир там тоже много. И овощной гарнир, и спагетти были, и рожки были, да, и пюре было. Ну, есть, можно было. То есть, выбор приличный, да? Потом как пшено на гарнир было. Допустим, если диетическое питание там встречается какое-то. На пару есть. Тоже можно. На пару есть. По мясным блюдам, допустим, ну, просто рассмотреть, это на самом деле очень важно, просто что предлагают, вот мясные блюда какие там, допустим, что предлагали. Вот он на обед так же, допустим. Ну, диетическое-то только, по-моему, котлеты были пока. Пару на пару, да? Так, хорошо, а если из обычного еды что-то было? Из обычного и была, и азу было, шашлык был, отварная говядина. Шашлык, прям шашлык? Прямо шашлык, и шашлык вкусный был. Свиной шашлык, по-наразному. Был вкусный, мягкое мясо было такое, пропитанное, хорошее было мясо. Вот говяжий язык был. А рыба, может, какая-то? Рыба, да, рыба, лосось било, кстати, этот, как на пускной. Два дня подряд она была, по-разному приготовлена. Припущена, припущена лосось. Так, ну, а по фруктам? Фрукты тоже, вот у нас внук тут, уплетает этот арбузы, только чтобы зрачиться. Ананасы, арбузы, персики, киви, грейпфрукты порезаны, апельсины порезаны, груши целиком, виноград. Так, теперь зону отдыха давайте рассмотрим. То есть, вот я знаю, что там у них есть бассейн. Бассейн, да. Вода, вот детский бассейн, вода почти горячая, вообще это здорово. Так, а большой подогреваемый? Большой тоже подогреваемый. Ну, не очень. Он похолоднее, Марина, он все равно подогревает. Так, а хватает места на всех там, кто отдыхает? Так, он большой. До пляжа сколько вы добираетесь? 15, да, не важно. Ну, 15. Так, а автобусик у вас не возят, да? Нет. То есть, это бетонблюд возят, то есть, не вас. Нормально, это там, рыночная зона. Так, и проходишь мимо, так вот по заборчику, не заходя и все. Так, ну, а вообще у вас что-то там надо? Надо он докупать по питанию или всего хватает? Всего хватает. Ничего не надо. Так, и вы говорили, что брали это место еще ради анимации. Как там анимация? Ну, каждый день, утром вот вижу аэробика, потом вечером водное поло два дня подряд, ребята, именно дети были играли. Мы пока не пользовались еще. Потом, значит, развлекаловка была тут вечером, 8 вечера. Вчера вообще цирк приезжал, выступали тоже с 8 вечера. Да, ну, за эти дни, ну, нормально, они тоже работают. Каждый день идет, да? Да, каждый день. И давайте сам пляж еще рассмотрим, то есть, что вас предлагают на пляже? А вот пляж маловато для трех отелей. Угу. То есть, мало места. Да, вчера пришли, лежаки еле нашли. О, как. Лежаков мало, да. Вот это как-то маловато. Минус за 180 тысяч хотелось бы лично лежак семенной, да? И в принципе, бывают даже люди, которые без браслета. А, лежат там, да. И, кстати, туалет, ребенок в туалет просится, маленький, как вот ему объяснишь? Пошли туалет, закрыт туалет, я почему не знаю, почему что это. Уже за туалет, либо за туалет, либо за туалет, не раздевание. Ну, идите, куда дальше ищите. В смысле, вам так сказали, иди, ищите. Да, что там где-то по проходу стоят туалеты, или же вот к проходу, как идти. Я понял, понял, да. Ну, в платной, короче, есть включенного, не работает. Так, по морю, вот мы с вами разговаривали за сваи, вас они как устраивают? Ну, это нет. И там еще, кстати, у них еще там остались, натянутые были, как их называют, эти-то, разделительные, это буйки. Вот эти вот натянутые. И тоже, я иду, запнулась, думал, что такое, вытягиваем с внучкой, а там остатки веревки с этими вот этими шариками, с буйками. Опасно, можно зацепиться на огонь. То есть, ну, какие-то такие мелочи, но вообще, в целом, вот вы, то, что рассчитывали, все получили. Да, в целом, хорошо. Это отлично. Так, желание приехать еще появляется? Ну, к вам, вообще, да. Пока, пока на сегодняшний день все нравится. Вот дочь интересуется уже, как, что это самое здесь. Да, все нравится. А сам уже дочка, то есть, тоже, возможно, приедет сюда. Хорошо. Так, ну, и может, кому-нибудь привет, хотите в конце передать? Нашим близким, знакомым, родным, всем моим подружайкам, кто меня вдруг увидит на ютубе. Ну, конечно, дочечке, сыну. От души. Привет, роднику, бакару, ба. Хорошего вам отдыха, ребят. Благодарю за отзыв. Первый отзыв от Дачи Дель Сол. Есть вот видите, плюсы и минусы. Спасибо, что рассказали. До свидания. И вам спасибо. Да, спасибо.